С 13 июля по программе СИРПН представители 18 вузов страны проводят разъяснительную работу. Прием документов на государственный грант в рамках программы продлится до 22 июля. Подробнее о ходе приема документов и государственным образовательным гранте, выделенном на 2023-2024 учебный год для молодежи густонаселенных, западных регионов и зановообразованных областей, расскажет наш корреспондент. В рамках программы для сельских выпускников на 2023-2024 учебные годы выделено 3653 гранта. В нем могут принять участие выпускники Туркестанская, Казлардинская, Жамбылская, Алматинская, ЖТСУской области. При этом планируется, что по республике в этом году 30% выделенного гранта смогут получить туркестанские абитуриенты. То есть 1400 выпускников. В целом по республике университетам выделено 592 гранта по программе СИРПН. 380 на педагогические специальности, 105 на технические и сельскохозяйственные специальности. Кроме того, к городу Туркестан выделен 21 грант, из которых сейчас претендуют только 4. До настоящего времени студенты, получившие бесплатное образование по программе СИРПН, обязались проработать 3 года в тех регионах, где они учились после окончания учебы. А затем с изменением требований сократили срок отработки и обязались работать 2 года. Также молодые специалисты могут работать не только в регионе обучения, но и в отдельности регионах северного, западного и восточного регионов. То есть за пределами городов Астаны, Алматы, Шимкента и своего региона. В рамках общей программы гранты распределяются между университетами, расположенными в Севроказастанской, Кмолинской, Восточно-Казастанской, Абайской, Павлодарской, Карагандинской, Костанайской областях. Гранты охватывают области технических наук, сельского хозяйства, медицины. В этом году с 1 сентября стипендию планируется увеличить до 20% для студентов бакалавриата и 15% для студентов магистратуры.